Здравствуйте, друзья! Светлана нам зачитает вопрос, и она знает, что зачитывать надо погромче. Ну, как бы. Давай. Не знаю, насколько вы следите за американской политикой и политической журналистикой, тем не менее. В одном из интервью Владимир Кознер, отвечая вопрос на том, какую англоязычную прессу он читает и какой доверяет, ответил, что из ежедневной это New York Times. Ранее читал Washington Post, но перестал. Причину не указал. Михаил, вы могли бы прокомментировать, чем отличается New York Times от Washington Post? Возможно, в одном из них, в будущих видео, вы расскажете об американских средствах массовой информации. Кто есть, кто в ней, кто какую позицию занимает, кому, по вашему мнению, можно доверять? Думаю, не только мне было бы интересно узнать об этом побольше. С уважением, Александр. Ну, давайте начнем с того, кому можно доверять. Никому нельзя доверять. Все серьезные ведущие средства массовой информации определенным образом ангажированы. Поэтому, может быть, кто-то вам просто ближе, вот какой-то автор, какой-то журналист, который пишет на какие-то темы, может быть, он вам просто ближе. Поэтому вы читаете то, что он там пишет. Вот. Значит, что еще сказать? Значит, Washington Post и New York Times кардинально друг от друга, ну, как сказать, ну, я бы не сказал, что они кардинально отличаются. Почему? Потому что и та, и другая, это либеральные издания. Есть такой классификатор, как бы там, вот, вот есть центр, ноль, да, а есть там влево либеральные, вправо, значит, консервативные. И там они так по шкале какой-то расползаются. New York Times немножко более либеральный, чем, например, Washington Post. Но они, оба эти издания находятся на консервативном, на либеральном фланге, не на консервативном фланге. Что еще сказать? Washington Post там пару лет назад прикупил тот самый джентльмен, который владеет компанией, ну, создатель компании Amazon. Вот Безос его фамилия. И он как-то новую жизнь вдохнул, как-то Washington Post загибался. А он что-то такое, не могу сказать, чего он там сделал, но как-то вот газета воспряла, и какая-то такая активность вокруг нее. Но почему лично Познер перестал читать? Я не знаю, я же не знаю, зачем он читал. То есть, может быть, он читал для того, чтобы там находить какой-то материал, чтобы там лишний раз плюнуть в сторону Соединенных Штатов. Я, в отличие от многих людей, которые нас смотрят, не испытываю иллюзий по поводу любви господина Познера к Соединенным Штатам или там по поводу его объективности там и так далее. То есть, для меня это ГБшник, который, так сказать, работает под прикрытием на аудиторию поинтеллигентней. Поэтому, значит, что я хочу сказать? Я не знаю, зачем он читал ту или зачем он читал эту. Я даже не знаю, читает ли он вообще хоть что-нибудь. Мне совершенно без разницы. Но это две либеральные газеты. Если он их реально читал или читает, значит, наверное, там есть какие-то авторы, которые ему нравятся. Может быть, он их читает просто для души. Я не исключаю, что господин Познер может просто для души что-то почитать или там для того, чтобы английский не забывать. Я не знаю. Ну, сказать, что какой-то доверять можно. Я как-то говорил на эту тему, и вот мое восприятие такое, что надо смотреть многие источники. Многие. И когда ты видишь сразу несколько, ты начинаешь лучше понимать картинку. Вот когда ты видишь, как посмотрели на это консерваторы, как посмотрели либералы. Мы же живем в мире, вот вы представьте себе, мы живем сегодня в мире, в котором не только интерпретация фактов разная. Вот либералы вот так на это посмотрели, а там, допустим, консерваторы вот так посмотрели. Мы живем в мире, где сами факты перестали быть фактами. Понимаете? Их придумывают, сочиняют, подтасовывают, что-то такое выдумывают. Поэтому уже фактов не осталось, которым можно доверять. Не то, что там интерпретация. Поэтому такое время, такая жизнь. Значит, смотришь разные источники. Разные источники позволяют людям, значит, которые, ну, как бы самостоятельно мыслящие. Значит, что-то такое увидеть тут и там, и составить какую-то свою картину, которая тоже может быть очень сильно искаженной. Потому что каждый из нас имеет свои фильтры. И то, что мы этому доверяем и этому не доверяем, это только потому, что мы это мы, а другой человек, на это же самое посмотрев, сказал бы, что это что-то совсем другое. Поэтому нет объективного такого, чтобы уж совсем объективно. Если вас интересует мое, так сказать, восприятие этого дела, я больше всего доверяю, как бы, ну, смотрю, интересуюсь тем, что пишут на Блумберг. Я и Вашингтон пост почитаю, и Нью-Йорк Таймс почитаю, и Лос-Анджелес Таймс я очень люблю. Что еще бывает? Экономист. Тоже он довольно такой, я бы сказал, зачастую предвзятый, но там есть интересные люди, интересное мнение. Если вы в состоянии читать и отделять, как бы, то, что вы принимаете, и то, что вы не принимаете, на самом деле почти все равно, что читать. Не надо принимать на веру. А надо иметь фильтр в голове, и тогда вы будете пропускать то, что вот ваш фильтр вам позволяет пропускать. Если у вас фильтр не будет, то вас либо там, либо тут, значит, информационно поимеют, вот я бы так сказал. Или, скажем, чужое мнение, которое является не больше, чем мнением, знаете, начнет на вас давлеть, и вы как-то станете индоктринироваться, я не хочу сказать там зомбированы, индоктринироваться во что-то. Такое, что вам навязывают извне. Очень-очень много желающих вокруг, что-нибудь такое свое вам навязать, нам всем, включить нас вот в эти свои маятники, чтобы они там наши энергии еще подпитывались. Поэтому такая вот история. Я могу сказать, что нет ни одного источника в Рунете, который бы я воспринимал как заслуживающий доверие. То есть все, что я видел, читал, там, я не то чтобы там не в курсе, там, я посмотрю, ни одного нет такого, чтобы не возникало к нему как бы нехорошее отношение, какое-то отторжение. Я не хочу сказать, что это специально, они, может быть, просто по-другому не умеют, я не знаю. Но вот так, если вы меня лично спрашиваете, но на самом деле вы не должны принимать мои критерии и мои оценки. Вы должны сами для себя что-то такое найти, чтобы чувствовать себя комфортно. И я вам обещаю, что то, что вы сегодня найдете, будет эволюировать во времени. По мере того, как вы с возрастом будете становиться все более и более консервативными, и все более и более опытными, способными увидеть за тем, что люди говорят, какой интерес там присутствует. Так у вас будет меняться этот фильтр, он будет перенастраиваться на какую-то другую информацию. Если вообще не захлопнется, что тоже бывает у разных, у некоторых людей. Вот такое у меня напутствие. Спасибо и счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok